Полмиллиарда на теплые кредиты, больше прав для людей с ограниченными возможностями, а для неплательщиков алиментов больше ограничений. В Кабмине сегодня приняли целый ряд важных решений. Что изменится, выясняли мои коллеги. Украинцам нужно учиться экономить и самим думать об утеплении своих домов. Об этом говорили на заседании правительства. Кабмин выделил еще 400 миллионов гривен на теплые кредиты. В этом году на поддержку кооперативов и ОСМД направят в три раза больше денег, чем в прошлом. Эти средства пойдут на утепление зданий и повышение энергоэффективности. Программа хорошо работает, мы помогаем людям изменять свое обладание и быть более энергоэффективным. При утеплении дома или установке счетчиков люди получают частичную компенсацию из госбюджета. По подсчетам правительства в среднем это 14 тысяч гривен. В прошлом году этим воспользовались более 150 тысяч семей, заявил премьер. В то же время создадут реестр субсидиантов, чтобы бороться с коррупцией. А вот люди с инвалидностью вскоре сами смогут выбирать, где получать услуги. Купить ли протез или в санаторий поехать, пообещал глава правительства. Наше завдание сегодня – дать возможность соответствующими выработками обеспечить соответствующую качество для людей. Дать этим людям возможность выбирать, чтобы он был качественным, чтобы он подходил к этой людине. Это другая позиция. Третий – нужно все-таки понимать, что у этих людей есть потребность. И, возможно, нужно переезжать в лекарню, нужно переезжать в какой-то другой заклад. Сегодня Кабмин изменил схему обеспечения протезами и реабилитации людей с инвалидностью. Главный принцип – деньги ходят за человеком. Среди прочего создадут специальную службу перевозки граждан с особенными нуждами. За каждым нашим решением стоит конкретная людская доля. И поэтому, когда мы в таких сложных условиях намагаемся сегодня краю вывести с той глубоченной кризи, в которой она перебывает не один год, не один десятилетий, мы должны всегда помнить о людях. Говорили и о тех, кто не платит алименты. По данным Минюста, в реестре неплательщиков уже 170 тысяч людей. Среди них есть даже депутаты и чиновники. У одного из бизнесменов было описано пару плав, которые он использовал для прогулянок. И это спонукало его погасить борг перед своими четырьмя деньгами. В правительстве настаивают людей, которые уклоняются от уплаты алиментов, ждут дополнительные ограничения, пообещал Гройсман. В Киевской и Запорожской областях со злостными неплательщиками уже работают первые мобильные группы.